Дом 2 Кто полюбит друг друга? Каждую неделю появляется новый участник, а того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Как построить любовь. На ТНТ. Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. И это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера в нашем городке был патриархат, и девчонки должны были выполнять все прихоти мужчин. Но некоторые парни зашли в своих капризах так далеко, что довели девушек до слез. А сегодня у нас матриархат, и вся власть в лагере переходит к девчонкам. А уж они не упустят случая рассчитаться с ребятами за вчерашнее. Сегодня 41-й день телестройки. Новенькая девушка Роза уже вполне освоилась в городке, но пока еще не решила, кто из парней ей нравится больше. Наташа Веретенникова и Александр Титов уверены в своих чувствах и готовы заявить свои права на один из пятизвездных домиков. А вот Зина Шляк и Стас Каримов не хотят торопить события. Хотя Стас был бы и не против в третий раз разделить уют и комфорт с новой возлюбленной. Рома и Лена отмечают сегодня маленький юбилей своей любви. Вот уже месяц, как они неразлучны, и новые испытания только укрепляют их чувства. Но впереди у всех парней сложный день. Посмотрим, переживут ли они эру матриархата. Давай туда, крикай. Ох да, крикай. Они за ним. Пелефейно отдает весна бензину. Древний сладко замороченный народ. И день мгла над трассой, На которой белой краской Написал какой-то местный идиот. Роза, вставай. Добрый утром, любимая, Крупными буквами. Зина, протирай глаза. Добрый утром, любимая, Нежалее ты вил. Бузова, подъем. Добрый утром, любимая, Надпись огнемоняя, Дисконы развлечимая, И без сахара яблоки. И без сахара яблоки. Добрый утром, может вам блинчики испечь? С яблоками. Я вам испеку всем блинчиком с яблоками. Да, блинчики с яблоками, да. Тебе с сахара яблоки, да? Хорошо. Сейчас там яблочком и сахаром. Девчонка, ой, 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 ой. Вот, видите, моя любимая проснулась. Моя любимая раньше тебя проснулась. Ну, сделай так для телевизора, что ты проснулась. А-а-а, какая мисенька. Молодцы. Видишь, я тут как салвей, как аркуши. Да, Оленька. Сделай мне, пожалуйста, кофе. Две ложки кофе. Нет, полторы ложки кофе. Четыре кубики и мальчика. Да, госпожа. Мне-то клей в туалет. Слушай, ну-ка. Я и клей в туалет. Рано в день, я иногда... Ну, я тоже иногда, я просто... Что, отнести надо, что ли? Отнесите ее, да. Ну, я сейчас докурю. Отнесешь? Ну, на плечо. Ой, клево. Как бревна. На плече, как бревна. Сегодня мы при архате, а не в распределении парабам и рабыням. Красиво разрулило, тем не менее. Рома! Рома, отстань! Степан, я исполняю. Рома! Рома, отстань, вам помочь? Да! Удиви меня! Не трогай, госпожа. Она у меня писать хочет. Я иду писать. О-о-о-о, писать! Вот так, как и писать. Ха-ха-ха! Ой, какой хороший, Альша. Не, я иду писать. Что-то, мой рад. Мася, спасибо большое. Ждать вас? Нет, вести меня туда. Отличный транспорт. Передвижение. Девочки, я за сегодня могу потолстеть, мне кажется. Никакой самостоятельности не требуется. Хотела пешком пройти от туалета, а нет. Уже подогнали. Лимузин. Лимузин. У королева солнце. Присаживайтесь. О, как замечательно. Скажите, королева, там есть туалетная бумага? Ой, раб, восхваляй меня, ладно? Иногда. Какая ты маленькая. Прикольно, прикольно. Удаленькая. А то, что-то, я так ужасно выгляжу. Нет, ты выглядишь прекрасно. Вот, лжет. Раб Степан, с тебя массаж. Сейчас прямо. Да. Ты чей раб-то? Кравченко Ольги. Тебе не впервой делать мне массаж? Нет. Так что, вперед. Давай я схожу с полосной руки, а то я пыль вытряхиваю. Да, да, молодец, раб Степан. Это, как голосование, когда будет это? Довер? Довтра. Две пара будет. А, ну стоит на себя разлететь, да? Да? Угу. Я тебе не могу сейчас сказать с уверенностью, что это не игра. Потому что 50 процентов. 50? Ты уверена? Хотя кто знает, может быть, у них чувства? Я не знаю. Ну, как может быть, у человека быть чувства, когда все так быстро заканчивается, начинается? И выключается, да. Вот если реально чувства есть, когда расстаешься, хочется как бы какой-то передышки, понять, что тебе надо, да? То есть реально вот сразу, когда если человек тебе нравился, сразу нельзя к другому. Естественно. Раб Степан, повернитесь к нам, не знаю. Какая суперка. Больнее, Раб Степан? Нет. Нет. И последний удар. Смобозь, дорогой. Спасибо. Спасибо. Прекрасно. И Лена. Женя, позови какого-нибудь мальчика. Мне нужно спинку намазать. Я не подхожу? Нет. Круто. Оскар! Тварь какая-нибудь, иди намажь спину моей госпоже. Займёс крови, красавица. Иди. Смерть. Я доверяю тебе эту работу. Моя великая госпожа, примите, пожалуйста, этот очень скромный букетик и не сочтите его за труд. Съесть. Пускай не пугает вас свой примитивизм, ибо это символ не раскрывшейся возможности вашего раба. О, как это прекрасно. Спасибо. Красиво звучит. Очень красивые цветы, и мне поражает все больше и больше. А теперь кофе! Нет, кофе мне не надо. Роман, я хочу, чтобы вы облажили Елену. Ой, ёжик. Тебя красят? Это твоя мечта или мечта девчонок тебя покрасить? Ну, моя, ну, конечно. Я думаю, что ты же матриархат, тебе приказали. С семи утра, блин, готовил, жарил, я спать хочу жутко. Жарил блинчики и им кучу с яблоками там, пока все дрыхали. Я так спать хочу, просто. Еще вчера допоздна учили песню. Какую? Добрым утром, любимая, крупными буквами. Добрым утром, любимая, не жалею тебе. Вот. Значит, вот они, тележки, из нее нужно вылить в воду, только не туда. Ольга, позвольте освободить вас от этой тяжелой ноши в виде этого трамбователя и понести его самому носу. Саша, у тебя вот как, вот голова вообще есть? Ты тихо, что ли? Да. Да. Вы что, ребят, что происходит? Да, блин, залил, мне ноги получил под затыльник. Он меня ударил так чуть-чуть. Степ, ну, поспокойнее реагируем на все. Вы чего, ребят? Так, а вы, госпожи, вы следите вообще за порядком? Да. Ну, что-то не видно. Все правильно, мы должны с ними разбираться вместе с тобой. Подрались немного. А что, с тобой? Так, мать, ты песню-то запивай. Что делать? Я не пою. А что делать? Я танцую. Я не танцую. Зачем все-таки драка-то была? Я так и не поняла. Что случилось? Я вылил в воду рядом с Евгением. И он мне ударил сильно по голове. Драка, тело не поможет. Все нормально? Да он все нормально сечет. Просто сейчас он меня ударил по голове сильно. Может, накопилось, так ни за что не ясно. Да, да. Все, не надо больше? Ладно, сейчас еще одно. Ну, нравится. Ладно, действительно, что-то я уже забыла. Да, увлекла. Совершенно, да. О том, что сегодня матриархат, надо немного мужикам. Жень! В чем дело? Ты почему Степана обидел, а? Что обидел? Слегка шлепнул. Слегка шлепнул? Ты свою лапу видел вообще, нет? 40 килограмм, одна лапа. 40 килограмм, одна бородина. Вот именно что. Он мне ноги облил грязью. Специально. Надо сказать Степ. Я ему сказал Степ. Ну, ничего здесь Степ. И трупа к человеку вообще. Ну, ты чего? Творишь-то. Ну, сильно ударил. Поди извинись, некрасивый. Степан, он сейчас сюда подъедет. Чего я пойду к нему? Вот подъедет и извинись. Чтоб я при мне это была. Ну, он едет. Ладно, девчонки, не перегибайте палочку. Он бы не пошел. Покажи, где я тебе ноги облил. Вот. Покажи, покажи. Это капелька, я тебе ноги облил. Ну, ладно, Степочка, не ругайся, пожалуйста. Ну, это мои хорошие, молодцы. Ладно, ладно, а то сейчас новые пары образуются. Нам запретили образовывать специальные пары, поэтому не будем. А что, желание уже есть? Помогай тогда, Зе. Степочка, Степочка. Сказан Бовый. Мамо. Чтобы была такая улыбка, гудит плен. А ну-ка улыбнись. Давай. А, так вот, отлично. Вот мне в себе не нравится острый нос и губа верхняя. А это госпожа Фракенбок. Привет, проклятая старушка. Дом 2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Как построить любовь. Ну, ДНД. Господина. Ну, хорошо. Мы тогда пройдемся уже прогуляемся. Спасибо. Александр, давайте как-то вы меня доставите. Не ставите имена на голову. Госпожа, мы... Господи меня как, я не знаю, бревно-то взял. Какое бревно? Надо как-то это вероятнее. Какое-то у меня твой щекунь, честно говоря. На Бузярове. Как-то нам к столовой. Кот и меня к выходу повел. Ну-ка догоняй, догоняй, догоняй. Ну-ка быстро. Госпожа, куда едем? Куда едем? Едем в столовую. Помогайте, госпожа. Госпожа, помогайте ногами. Зато я комфортно. Ну, хватит. Ты что, блин, дурак? Ты прям пердак. Слушай, у меня ногами. Согните ноги под меня. Под меня. Все, отлично. Что-то вы сваливаетесь. Стой, стой, стой. Перекидывай наш. Мы, госпожа, победили. Спасибо, вы хорошие. Уволен. Рай, просто рай. Госпожа гоняет грязь в бусейне. А эта госпожа такая же госпожа, как... Это и я. Девчонки, секундочку тишины. Значит, сегодня у нас будет особенный конкурс, посвященный Дню Матриархата. И ваши рабы должны будут каждый накрасить свою любимую девушку, подчеркнув при этом ее недостатки. То есть постараться в гриме это выразить. Ну, а потом объяснить, почему именно так они сделали. Итак, раз, два, три. Поехали. Рома, какие недостатки ты подчеркнул в Еленином лице? Итак, первым делом бросается... Я даже не знаю, что бросается. Наверное, верхняя губа, которая почти напрочь отсутствует у Лены. Поэтому мы решили ее сделать максимально большую. Такая... Чтобы была такая улыбка, говорит, плен. А ну-ка улыбнись. Давай. А, так вот, отлично. А какие у Елены проблемы с щеками? Большие. Когда она идет, я иду сзади, вижу, как они разбивают. На ветру, да? На ветру. Ну что ж, хорошо, спасибо тебе большое. Давайте послушаем Степана. Розочку ты у нас как-то сделал прямо это... Такой, девушке с Тверской. Моей госпожи нет недостатка. Вообще. Поэтому я выделил ее глаза прекрасные, губы. Ну, мне кажется, у каждого человека есть недостатки. Степан, подхалимаш сейчас, дешевый причем такой. А у нее нету. А у нее нету, неправда. Может, просто, значит, у тебя недостаток того, что ты плохо видишь? Может быть, да. Я искренне плохо вижу, но... Ух, подхалим. Да. Такой подхалим. А реснички-то у нее длинные? Нет, что-то их совсем не видно. Где реснички-то? Где кисточка? Я вам объясню. Очень просто, достаточно. Ну, хотелось, чтобы глаза выделили, чтобы они были более ярче и как-то более, как-то по-особенному сверкались. Поэтому я сделал такие штрихи. Тем самым выделяете глаза и становятся более объемистыми, тем самым красивыми. Губы, губы, да, я побольше сделал, чтобы выделялись, естественно, и сверкали красотой. Щеки, щеки, блики, отлично. Поэтому с волосами это все очень красиво сочетается. Так а глаза-то почему такие раскосые? А при Анке мечтал всегда? Ну, может быть, у меня немного подшатнулось. Ладно, хорошо. Александр, ваша модель давайте обсудим. Глаза мы сделали чуть поуже, потому что мне нравятся узенькие глазки. А так что? Потом щеки, вот как, я тоже, в принципе, как... Развиваются. Да, вот так вот. Слунья. То есть уральная зона под полным контролем. Да, да, да. Ну, хорошо. Супер тогда. Отлично. Давайте поаплодируем. Ну, и нас вот тут какая-то троица, которая, я так чувствую, задание замылила. Обратите внимание на моих двух прекрасных дам. Я не скажу, что у них нет недостатков. У них все прекрасно, но есть, конечно, один недостаток. Это я. И я решил исправить. Я работаю над собой. У меня ужасные скулы, губы, глаза, нос, рот. И вообще все тело страшно, ужасно. Мы работаем надо мной. И душа у меня гнилая. То есть, опять был конкурс для девушек, а ты опять все свел на себя любимого. Я просто не могу позволить, чтобы мои любимые дамы потом смывали всю эту гадостную косметику своих лиц. Ольга. Следующая ты у нас. Плавка. Ну, вот есть что-то, чтобы ты хотел изменить Ольге в ее внешности? Нет, я ничего не хотел. То есть, ты считаешь, у нее идеальное лицо? Идеальное. Лучше всех. Ну, отлично. Ну, что ж, хорошо. Давайте тогда перейдем к сону. Последний конкурсант. Самая прекрасная и самая красивая женщина на этой планете – это Солнце. Но с недостатками, да? Потому что сейчас... Я бы не стал так грубо выражаться. У Солнца нет недостатков. Но есть что-то прекрасное, есть что-то менее прекрасное. Прекрасные волосы. И обратите внимание на точки, это тоже все работает. Прекрасные глаза. Смотрите, глаза... Я думаю, это ветрянка просто, Александр. Или оспа. Ну что, Ксюша, на твой взгляд, кто лучше всего? Может, ты мне поможешь? Может, ты мне поможешь? Мне понравилось, Рома и Степа. Вот мне вот... У нас с тобой мнения сошлись на Степе. Да, давай Степе отдать. Степа и Розу. Почему ты всегда стараешься, когда я спорю, ты стараешься меня унизить? М? Чего молчишь? Чего с настроением? М? Это касается меня каким-то образом? А? Да. Ну так давай, пообсуждаем. Мне же это интересно. Почему? Вот мне в себе не нравится острый нос и губа верхняя. А все с мной, в принципе, нормально. Нет, не мои губы, я очень люблю свои губы. Не знаю. Я не люблю вот эти морщины, мимические вот эти вот. Вот видят, у меня прям не видно. А, их никуда не деться. Видишь, вот, вот они. Да. Даже очень видно. Глаза вообще, с глазами полная беда. Ты что, такая распространенная, Лен? Как так? Грустно тебе? Мне тоже загорать. Мне грустно почти не бывает. Мне бывает сердито. Да? Да. Ты сердито? Я не буду с тобой разговаривать. Сейчас рассерпишь. Правильно, правильно. Ширана. А! А! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Харомат упадет сейчас. Фух, ты где? Нежно. Ого! Не надо, Стас. Я не буду, это не надо. За что? Да, открывай ее. За что? Стас! Давайте послушаем. Да, да, классный. Ну да, мне нужно тебя на помощь. Эй, нет! Нет! Я не это, я уберусь! Нет! Это моя рука, это кто у тебя? Это тоже рука. Да, влезать. Малыш! Помочь? Да! А, как? Привет, малыш! Давненько не виделись. Если я на тебя упаду, это ничего? Ничего, малыш, ты только меня порадуешь. Вот! Это то, что удалось утащить с кухни госпожи Фрэкинбок. Креветки, к сожалению, ни варенья, ни каких-то других, ни фрикаделек не было. Но это не то, что ты о чем всегда мечтал. Это, увы, не собака. Поднимайся ко мне, Карлсон! Это еще не все, малыш! Не хочу кушать без тебя. Вот! Малыш, это по поводу того, что мы с тобой уже знакомы целый месяц. Держи. Так ты любишь мужчин все-таки? Да, я люблю тебя, малыш. И мы сегодня мы с тобой будем весь вечер сидеть, на крыше есть креветки и наслаждаться высотой. Ты согласна на это, малыш? Да. Тогда отлично. У меня не работает лаппеллер, какая-то твой не загмура глупости. Но, тем не менее, это не умаляет мой порыв. Садись, малыш. Прямо на крышке нашего домика. Офигеть. А это госпожа Фрэккенбок. Привет, проклятая старушка! Но ничего. Маленький паразит. Ах ты, маленький паразит. Кого ты назвал, Фрэккенбок? Ты, я, твоя Фрэккенбок. Ну-ка, подними меня, наверное, быстро. Кого? Ну-ка, быстро меня подними, наверное. Ты какой правый имел украсть все мои креветки? Ну-ка, я сейчас заберусь. Сейчас я тебе покажу. Я надеюсь, что это шварёшки. Ужасница, старушка. Сейчас, я тебе покажу. Это вот это ради вот этого карлика ты все делал? Это малыш! Какой малыш? Кто карлик? Ну-ка, подними меня, наверное. Ну-ка, быстро подними меня, наверное. Я сомневаюсь, что его надо подними. Подними быстро меня, наверное. Ибо эта старушка нам все испортит. Или сожрет у нас половину креветок. Я понял его намёк. Она хочет сожрать у нас креветок, малыш. Отдай мне половину креветок, и я уйду отсюда. Могу дать тебе одну или две. Ладно. Карлсон, ты берешь наши креветки. Не все. Это же явные, в принципе. Старый паразит, ты меня хранить собрался? Две штуки горят только на кофрон. Ну-ка, дай эти старые нитки. Отдай сюда бустеры. Дай. Голодранка какая-то. Голодранцев каких-то набрать. Иди отсюда, чтобы тебя больше не видела. И забери свою поварёшку, потому что так больше с друзьями не поступает. Какие друзья? Какие друзья? Понабрали по объявлению. Как же перемещаться по земле, как и ты? Я сейчас вернусь, я тебя устраиваю. Возвращайся. С бутылкой шампанского и цветами. Ну что ж, на самом деле я пошутила сегодня у Ромы и Елены. Ровный месяц, как они встречаются. И это именно романтическое свидание, которое Рома придумал сам. Ну а я, как старая ведьма, взяла им помешал. Сейчас я их оставлю в покое. Малыш, с того самого момента, как я тебя увидел, это было ровно месяц назад, и предложил тебе создать со мной пару, которая сейчас живёт в домике. Я очень многое понял, Лизин. Например? Ну, я понял, что... Создавать пару не так уж и плохо? Да, создавать пару не так уж и плохо. И что в душе можно мыться вдвоём. И иногда... Да, можно спать на одной кровати. Чего я раньше не делал. Карлсон? Да, малыш. Ты же подумаешь о Карлсонятах? То есть ты намекаешь, малыш, что нам с тобой уже пора иметь детей? Ответь на мой вопрос. На какой? О, Боже! На первый или второй? Да, у вас это тормоз. Я не тормоз, я дурак. А дурак, как водится, дураку рознь. Не трогай меня, не трогай! Я и так бешён. Мы все восстали! Дом 2 Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдёт свою любовь, выгоняют. Дом 2. Как построить любовь. На ВНТ. Бог солнца раб! Ну что ж, рабы, сегодня вы все были замечательные, но тем не менее нам нужно выбрать Луцева. Я Бог, и я привык к дарам. Цель такая, принести мне дары. В путь, друзья мои! Минута пошла! Что нам подарил Евгений? Ничего. Ну, тогда... Вон отсюда! Да, да. Слушайте, Евгений, вы знаете, для вас игра закончена. Гера будет вызывать подвое для борьбы. Так, представим, что мы в Древней Греции. Проходим. Греко-римская борьба, давайте. До свидания! До свидания! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нас оставляет Александр Нелидов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая ступень нашего состязания. Перед вами принцесса Несмьяна. За короткий срок... Вы должны успеть ее рассмешить. Такую девочку не получается. Уйди, все! Следующий, это Степан Нильчиков. По-моему, не получается, Степана. Все, твоя попытка прошла, уходи. Вон. Рома, вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер, молодец! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не трогать девочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остальные пройдемте... Ну, а сейчас к бассейну... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно здесь, на бассейне, находится дикая амазонка, которую вам предстоит к себе приручить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вчера мы вам признавались в любви. А теперь вы должны сказать, как сильно вы меня ненавидите. Начинай первый роман. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты тварь! Я тебя ненавижу! Ты гуляешь со всеми подряд, а я! Я маленький и лысый! Я не могу понять, да! Какие-то моменты я чувствую, что я тебя люблю, но ты! Ты зажигаешь сним с позорным! Посмотри, презренный щенок, и ты великолепная! Так, можешь с ним не изменять! Что это такое? Почему здесь изображен осел? Тебе не кажется, что ты этим самым даешь понять кое-что о себе? А юбочка красного вызывающего цвета? Это что? У нас как задница обезьяны! Должна, привлекает внимание! Позорище, каблуки! Ты так длинная! Куда уже еще? Не хочу с тобой разговаривать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это был Роман! Штас, ты ее ненавидишь? Ах ты, стерва! Я тебя ненавижу до глубины души! Что? Бозова, арбузова! Если бы справедилась, все можно, да? Ненавид! Не трогай меня, не трогай! Я и так бешен! Что, земки вылупила, а? А? Что, юбочка? Что это такое, а? Ненавижу тебя! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь, мальчики, встаньте оба передо мной. Вы, наверное, думаете, что победит тот, кто сильнее меня оскорбил. Нет. Победит тот, кто не сумел меня оскорбить. Не сумел меня оскорбить, Роман. Лысый! 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 Чихни! Чихни! Пускай чихни он! Чихни! Чихни! А-а-а! А-а-а! Дело в том, что нас сегодня унижали. Позорили. Именно поэтому, мы все восстали! А-а-а! 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 Стас, я, по-моему, с тобой разговариваю, тут кроме тебя никого нет. А, да, да. Я не могу, когда ты с кем-то разговариваешь, человек молчит. Да я что-то задумал. О чем, интересно? Это ах. О любви своей. О любви я редко задумалась, да? Поскольку он мне ничего, в принципе, не говорит, мне сложно с ним затронуть эту тему отношений, тему чувств, потому что, мне кажется, он не способен, девушка, объясняться на этом уровне. Поэтому, как бы, ты как ему, по ходу, улучшил друг, как бы, я так понимаю. Ну, мне это важно знать, чтобы, понимаешь, я, у меня еще, например, такие опасения, что у него какие-то предчувства в музее остались. Вот, то есть, и понятно, да, то, что мы с ним начали встречаться, как бы, инициатива, в принципе, шла от меня. Понимаешь, мне охота торопить события, потому что у меня, кроме денег, были еще две девушки. О, кого ты расскажешь, как будто я... Ну, видишь, тем более, ну, люди уже некоторые нехайные понимают. Сяра! Вот, ну, как бы, вот сейчас, да, сейчас меня, как бы, волнует, ну, так скажем, моя судьба. Ну, понятно, я понял. Вот, потому что, как бы, да, впереди там пятница, все дела, поэтому, если мы не объявляем себя парой, то люди уже задумываются о том, что, как бы, слишком долгое время. Правильно, мы ничего не говорим, значит, мы так просто так, получается. Я не понимаю вообще, как такой человек, как Стас, еще тут держится. Да, и каким образом, почему он ощущает это Саша? Да, вообще, просто. Я не понимаю, вроде вот Саша, понимаешь... Мужик. Он, ну, то, что мужик, пусть у него где-то на интеллектуальном уровне, и что-то не хватает, да, но он человек по понятиям. И он считает Стаса мужиком тоже, а Стас же вообще, у него ни понят, ни своего мнения. Он не может его отстаивать, ни на что вообще, он даже не понимает вообще. Не понимает, о чем говорят, или... Да, а еще просто вообще... У него третья девочка, и только с тринадцатой он может выиграть. Да ему пофиг с кем. Да. Просто. А Зина, Зина, Зина почувствовала, что вот она уйдет, потому что на первый кандидат она уйдет. Скорженское голосование. Скорженское голосование. И даже у Николь при шестьдесят здесь шамазины. Да. Да. Поэтому я не что. Я просто посчитала, кто остается свободен. Раз, 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 ишь. Раз, раз, раз. А Бузяров? Обычный. Дом-2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом-2. Почему же сегодня нет Ксении Бородиной? Вот и ответ. Встречайте, человек-людоед Ксения Собчак. Это я. Бузяров, ты, кстати, следующий на очереди. Так что начинай бояться уже прямо сейчас. Я пучусь будет, детка. Нет, малыш, я переварю все, даже такого, как ты. Ну что ж, действительно, я сегодня одна. И так нам не хватает Ксюхи здесь. К сожалению, она готовится к экзамену. У нее завтра очень важный экзамен. Так что завтра утром, ребята, будем ее все ругать. Ну, а мы перейдем к обсуждению дня. У нас день был сегодня очень интересный. Для меня он, в принципе, был очень обычным. Да, был день матриархата. Но для кого-то из девочек, может быть, это состояние было необычным. Состояние, вот так сказать, мужского рабства, мужского подчинения. Мальчики себя проявили очень правильно. Хотя под конец взбунтовались. Поэтому давайте говорим. А вам ножки не тяжело? Так, может, я встану на четыре кости, и у меня ножки положите. И программу так будет все реализовывать. Да. Женщина, ты всегда стоешь не на кости, а на сало. Это не сложно. Кладите ножки, Ксения. Вот так вот, да. Вот так, хорошо, да? Работаем всю. Ну что ж, вот примерно вот так вот я и предлагаю дальше продолжить разговор о том, хорошо ли матриархат или плохо. Так. Моим рабом сегодня был Александр Титов. Я им довольна. Было интересно, особенно мне понравилась картинка, когда мы с Гузяром таскали бродину замотанную в покрывало. Ну, Ольга, по поводу дня, да, вообще я должна сказать такую вещь, что я не люблю унижать мужчин. Почему? Потому что если, ну, я сегодня уже об этом говорила девочкам, когда я вижу, что мужчина передо мной унижается, он моментально перестает быть для меня мужчиной. Но тебе же нравится играть мужчинами? Скажи честно. Играть? Да. Играть нравится, унижать нет. Женя сегодня был моим рабом, хотя формулировка раб тоже мне не очень нравится, но мне очень понравилась его услужливость и забота. И в такие моменты просто чувствуешь себя действительно, как бы, королевой, да, очень женственной. У меня, честно говоря, вообще такое ощущение, что больше всего переживать, что этот день закончился, больше Женя. Нет, я думаю, он завтра отыгран. Скажи мне что-нибудь на эту тему. Мне кажется, что... Сегодня было прекрасное утро, в 7 утра. Мы спели дамам песню, вот, со Степаном. Несколько раз. Несколько раз, потому что они нихрена не слышат. Приближаясь все ближе и ближе к нежным мышкам. Вот. Потом я решил сделать девушкам приятно. Ну, сделал завтрак. Ну, сделал блины. Когда Бузяров начал прислуживать своим хозяйкам, вот, это было прикольно. И утром, мне кажется, его можно выделить, как раба. На мой взгляд, он был одним из лучших. А тебе он как-то прислужил? Ну, да. Он приносил блинчики, все тоже, как бы. И очень приятно. На самом деле, ребят, я считаю, что как раз Женя в этом смысле, он умеет действительно делать какие-то вещи для девушек и ухаживать за ними так, что это выглядит настолько естественно. И настолько приятно, что ни его это не унижает, ни сам ты даже мысли не можешь допустить, что ты его унижаешь. И в этом, мне кажется, большой дар человеческий. Сегодняшний день мне очень понравился. У меня был раб Александр Нелидов. Супер раб, обалденный. Он всегда говорил, дамы и госпожане, слушаю ваши приказания. Спасибо, что позволили выполнить ваши приказания. Мне очень понравилась эта игра. Ну, как бы прикольно. То есть, все понимают, что это игра. И Степан и Саша делали мне массаж. Степан, это было не впервой. Мне тоже очень понравилось. Я смотрю, подхалтуривал на стороне сегодня. Был моим рабом, а вон сколько халтуры было на стороне. Еще и Степана стягала. Начнем с того, что мы на реалити-шоу, и здесь не игра, здесь жизнь. И я реально не воспринимаю ничего, что здесь происходит, как игру. То есть, для меня это действительно жизнь, для меня это действительно искреннее переживание. И я считаю так, что если ты хозяин, то будь хозяином на сто. Если ты раб, будь рабом на сто. И мне кажется, важно, чтобы человек умел в жизни быть и тем, и другим. Ну что ж, хорошо. Ну а в нашем городке закончились дни матриархата и патриархата. И я надеюсь, что ребята поняли, что счастье в гармонии отношений, а не в том, чтобы быть главным. Увидимся завтра на канале ТНТ. Спасибо большое за это! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну ладно, ладно. А теперь сейчас... Вау! Сиди, Клеб! Сиди, Клеб! Сиди, Клеб!